Привет, друзья! Привет из Тёплой Африки! Сегодня мы делаем упражнение. Давайте вам сейчас покажу наш фитнес-зал. Все примерно так же, как и в любом зале. Велосипедики, силовой тренажер для ног и беговые дорожки. И здесь же рядом, вот она, фитнес-станция. Силовой тренажер на разные группы мышц. Здесь же даже столик для тенниса, для любителей тенниса. И вот здесь другого рода велосипеды, эллиптический тренажер. А здесь рядом на кроссовере занимается мой сын. Я люблю вот этот тренажер эллиптический. Говорят, что он самый оптимальный. Сочетает в себе и велотренажер, и беговую дорожку, и степпер. Это мой сын Кен. Кен, скажи привет. Привет. Вот такой зал. А здесь где-то в уголке этого зала, для тех, которые работают с большим весом. Я, конечно же, сюда не захожу. Это не мое. Мне хоть немножко, как говорится, кости размять. Так интересно, что вроде бы так, как и в любой стране. А как видно, что это Африка? Откуда мы знаем? А вот из окошка. А вот из нашего окна. Что вы видите? Дерево. Ба-ба-ба. То есть вот он, наш зал. А за окном... За окном вот такой у нас бабаб. Вот они, плоды бабаба уже у нас есть. Период цветения прошел. Здесь работают люди. Это исследовательский центр. И для всех, кто работает здесь, это джим или фитнес-зал бесплатно. Вот есть вот такой у них как бы сад. Да, вот такой сад. Закрываю свое окошко. Из другого окна видны офисы. Офисные здания, естественно, с кондиционерами. Потому что здесь после сезона дождей будет довольно жарко. Это узнали деревья манго на переднем плане. И вот тоже из другого окна. Вот такой вид. Несколько работников припарковали здесь. Обычно здесь паркуются прямо под деревьями, чтобы было в тени. Вот такая она моя провинция. И это исследовательский центр по малярии. Уже ему лет 30. Здесь и работал мой муж первые 20 лет. Мы жили здесь, здесь же 20 лет. А сейчас уже мы построили свой дом. Живем в другом месте, недалеко отсюда. Пять минут на машине. А вот на другой стороне. Сейчас открою окно. Открываем окно. Сетку закрываем. Давайте открою, чтобы показать. То есть вон там за забором уже виднеется улица с ее домишками, где живут провинциальные жители. Ну, а внутри и есть территория исследовательского центра, который был создан, построен совместно с американскими партнерами. Сюда всегда приезжали иностранцы, исследователи и студенты, кто так или иначе связаны с американскими университетами. Хотя национальности этих студентов разнились. Это были не только американцы, но и вьетнамцы, китайцы, французы, немцы, австралийцы, японцы. У меня остались очень хорошие впечатления от общения со всеми ими. И даже сейчас многие наши блогеры, живущие в Америке, подтверждают, что американцы очень открытые и душевные люди. Всегда рады помочь. Это действительно так. И именно здесь, в Африке, общаясь с разными людьми, я усвоила одну простую истину. Нет ни одной страны, которую обычно пропаганда называет плохой. Таких стран нет. Потому что везде есть хорошие люди. В любой стране мира. Поэтому на изречение типа «Вся страна Икс плохая» закрываю свои уши и отвергаю это сразу же. Именно это и помогло мне иметь друзей, настоящих друзей здесь, независимо от национальной принадлежности. Со всеми ими мы общались на английском языке, хотя самую первую женщину я встретила здесь еще по приезду в конце 90-х. Она была из Киева. Моя землячка. Но в те же 90-е она переехала со своей семьей в другой город Ганы. Сейчас она уже в столице. А я, русскоговорящая украинка, осталась здесь навсегда. Кстати, здесь, в этом исследовательском центре, интернет уже был проведен во время еще кнопочных телефонов. Но это была эпоха-эпоха интернет-кафе по всему миру, если вы помните. Дома тогда интернета не было. А у нас здесь в провинции был, благодаря тому, что мы жили прямо здесь, в этом центре. Спасибо нашим американским партнерам. Многие врачи, приезжая из столицы, завидовали местным врачам, ведь здесь были возможности учиться за границей благодаря этим связям. А обмен студентами был взаимный, то есть студенты из-за границы приезжали сюда, в эту провинцию, жили здесь кто месяц, кто пару, а кто несколько лет. Занимались исследованиями, писали публикации, посещали международные конференции. Вот такие преимущества жизни были здесь в провинции, а не в столице. И даже вот такой фитнес-зал у них есть, правда, один на всю провинцию. Хочу спросить у вас, друзья, может, кто знает. Вот этот тренажер, они его называют массажер. Принцип простой. Становишься, и оно как бы тебя трясет. Просто вибрация, ничего не делаешь. Вот сюда становишься, и оно начинает трясти. Насколько оно полезно, что оно дает здоровью. Потому что я прочитала в некоторых источниках, что ритм сердца может быть нарушен благодаря вот такому девайсу. Правда это, неправда? Насколько это серьезно? Ну, я избегаю пока вот такого тренажера. Может, кто знает, в чем польза или, наоборот, не польза. Хочу сказать, я, конечно же, нерегулярный посетитель тренажерки. Это благодаря моему сыну. Он меня сюда приволок. Пока он на каникулах, мотивирует таким образом маму. А моя личная цель посещения тренажерного зала одна. И это не похудение, а укрепление мышц и костей. Ведь, будучи женщиной 50+, хорошо знаю, что риски остеопороза возрастают с годами. И хотя старение неизбежно, но качество вашей пожилой жизни будет зависеть напрямую от здоровья, которое нужно поддерживать разумными усилиями без всякого фанатизма. Я всегда работаю в щадящем режиме и слушаю свой организм. На конкурс фитнес-бикини не собираюсь. Я вообще никогда не тренировалась через боль. Наоборот, боль это и есть предупреждение вашего организма, что нагрузку нужно уменьшить или остановить совсем. Очень часто свои занятия в тренажерке я заменяю обыкновенными пешими прогулками на свежем воздухе. Ведь здесь вечное лето, поэтому ходить можно всегда. ходьба и легкие упражнения вот такая моя физическая нагрузка. Конечно же у сына у него футбол каждый вечер и небольшой бодибилдинг. А я, как говорится, сворачиваю удочки. Ну, эти коврики для йоги. А мальчики пусть пока поиграют в теннис. вот вышли из тренажерного зала и я смотрю, что цветы, которые были здесь посажены, вернее, кустарники, почему-то их выкопали. не знаю, почему. хотят пересадить в другое место. Здесь, на севере Ганы, в сухом климате так редко встречаешь цветы. Я всегда радуюсь, когда их вижу. Поэтому мне жалко, почему их выкопали. Надеюсь, их просто так не оставят погибать. Пусть растут, цветут и украшают мою теплую Африку. До новых встреч, друзья. Благодарю всех вас за просмотр. Редактор субтитров